Всем добрый день, Азеев Рубинс, мы продолжаем изучение книги Йова в рамках первого принципа Рамбома, с которым мы потихоньку не продвигаемся, принципа веры Рамбома, и мы уже находимся глубоко в первой главе Йова, в начале второй, как у Йова начались все беды. И так мы говорили, и был день, который расшана, где сатана получил вроде как много свободы делать бедствие Йову, и пришел вестник к Йову и сказал, валы пахали, аслицы паслись возле них, тихо-мерно наш трактор на запасном пути пахал, напали шевяне, это шва царица Савска, и забрали их имущество. И отраков, слуг, не сыновей его, сразили мечом, и спасся лишь один, дабы известить тебя, посланник, да, то есть для этого и спасся. И еще этот говорит, как приходит другой, одна беда за другой, открывая ворота, и говорит, огонь Божий спал с небес, и спалил овец, и отраков, и пожрал их, и спасся лишь один, чтобы известить тебя. Я говорил на прошлом уроке, что если на первое Йов стал мобилизовывать войска, чтобы с шевянами повоевать или отвоевать, как Авраам за лото отвоевал, то здесь пришел второй, и тут же сказал, огонь Божий спал с небес, это некая божественная кара, Йов отпустил все свое войско, которое сорвал. Еще этот говорит, как приходит другой, говорит, каздимый, каздеи, расположились тремя отрядами, набросились на верблюда, вы забрали их, а утраков, слуг, а сразили острием меча, и спасли лишь один, чтобы известить тебя. Еще этот говорит, я говорил, и пошел в руках не совсем точный перевод, там написано ад, не од, а ад, од, это пока один говорит, другой приходит, а сейчас дождались, пока три высказки, четвертый приносит самую тяжелую весть. Еще этот говорит, как приходит другой, говорит, я твою дочерь, твоя еле пили вино, дом природного брата своего, вот вихрь великий, ветер великий, да, значит, восточный ветер знаменитый, который у нас тут иногда бывает, море рассекал, там, этих вот, да, 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 переплав притащил, саранчу там привел и убрал, в общем, есть некий очень интересный руах мизрахит, восточный ветер, там, не западный, не юго-восточный, именно восточный ветер упоминается Три раза, а что, Дима? Рох-Кадим Да-да-да-да, да, сệ, 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 на сегодняшний вечер, да, Рох-Кадим, да, конечно, Кадим это Мизрах на величину, да, здесь восточный ветер, вихрь великий пришел со стороны пустыни, охватил четырех углов дома, я говорил, что ветер был не особый, если он только Рох-Кадим, восточный ветер с востока должен был только с востока разрушить дом, но он разделился на четыре под ветра, каждый из четырех углов, и это то, что есть написано, охватил четыре угла дома с четырех сторон, и упал дом на Юных, и умер ли они все его дети и спасли один чтобы завести тебя и встал его раздрал одежду свою да значит это благословение траурное значит мы сегодня учим иудаизм и калмуд и шхан рух они значит из поведения йова и выучивает на аллаху многие вещи например шива там они друзья приходят утешать во семь дней сидят значит и 1 открывать своих стоев то и ждут пока тот кто в трауре насчет говори да значит здесь он встает разрывается одежду это крия где центрально после того как человека захоронить сущности центральный закон это крия трудно разрывать одежды вроде сердца родители и остри голову свою опять-таки стри голову свою пойму значит по имуществу написано в торе до что нельзя значит знак траура остригать волосы но все комментаторы отмазывают йова и говорят что это он по имуществу не по своим детям тем более у нас кстати не верили но вроде как тору пытается соблюдать и пал на землю свою приклонился и сказал на гим я вышел с чего матерь своей и ноги вернусь туда в смысле в мать свою в землю так понимают все комментаторы да то есть прах прах ты в прах вернешься на господь дал господь взял да будьте мы господь благословенно это то что мы говорим о хоронах опять таки и во всем этом не согрешил йог и не дал не сказал ничего непристойного о боге и мы остановились на прошлом уроке да значит что есть три значит три вида зла который значит может приключиться с человеком согласно рамбаму согласно марены в ухим мы находимся в третьей книге марены в ухим двенадцатая глава очень интересная глава значит про который мы сейчас более подробно поговорим рамбам разбирает очень интересный вопрос двенадцатой главе а именно чего в мире больше зла или спойлер по мнению рамбам а больше добра но и он пишет что глупцы думают что в мире больше зла и с этим вот с этим вот глупым утверждением он весь двенадцатый знаю всю двенадцатую главу борется работала бадим йо на амон множество было у мнение толпы и обывателей что беда в бед в мире больше чем хороших и добрых вещей да то есть стандартная установка у обывателей большинства людей что зла в мире больше чем добра настолько что это проникло даже в религиозные проповеди атафот на сегодня атафайта там когда какой-нибудь священник там с кафедры в церкви там да что-нибудь там или мусульман из кафедры в рев тоже да то есть эти вот предиктом такие вот значит речи которые нужно обязательно священникам говорить о публике слушать настолько что это проникло в религиозные речи всех народов и в песни их на песнях остановимся точкой поподробнее чтобы объяснить про что идет речь по-русски это называется никто меня не любит никто не приголюбит один а сиротинушка на иврите есть тоже такие песни называются они так папа тушит у меня сигареты мама гладит на моей спине рубашки братья сестры поставили в мугл и кидаются в меня шприцами от героина я только единственно несчастный защищаюсь бутылкой в ней мне спасение лихая окей значит это значит есть такие песни это такой близвосточный шансон на арабско значит греческую музыку таких песен очень очень много да значит это вот называются такие вот песни ай-яй-яй как мне все плохо теперь понятно нам даже из музыки а тем более из текстов что эти все песни из арабско мусульманской культуры там их реально миллион до всякие песни там завы бен и тому подобное значит ум культу кто интересуется там таких песен как все плохо какая я несчастная реально много и это все началось не сегодня и не вчера и даже до рамбом а рамбом это прекрасно знал и виду да значит что вот этот вот стандартный стереотип обывателей что в мире больше зла чем добра он находит отражение во всем и у людей в головах большинства и в песнях как отражение этого стереотипа в культуре и даже у священников которые с этими людьми общаются и вот эти люди говорят настолько что зла больше чем добра что это чудо если в мире есть добро о как мы видим что поэтому поводу йов будет говорить в конце но зло и беды они постоянны их много нет большей ошибки у обывателей толпы чем говорить подобное потому что тот кто знает да по рамбам мудрец активный интеллект дать что это не так и так же как написал эль рази о рамбом рамбом начинает цитировать и разве был знаменитый персидский философ кстати и медик рамбом активно его ссылается в медицинских работах но как философ он вот значит описывал как значит в мире все плохо написал значит целую книгу эль рази или лариат божественная переводе на наш язык да где он написал все свои иллюзии и глупости к насколько они велики так рамбом опровергает своего авторитета в медицине он жил этот эль рази восемьсот пятьдесят девятьсот двадцать три после нуля девятый десятый век и все описал глупости из этой же серии до что зла в реальности больше чем добра и поэтому если ты но как рамбом опровергает эту мысль поэтому если ты думающий человек сравнишь время секундомером который есть у человека на ход дату с удовольствием от самых разных вещей в жизни и разные наслаждения и спокойствие и порядок который в жизни с теми коротким моментами бед и мук которые у него есть то ты увидишь что добра с человека намного больше в жизни чем зла что человек кушает и пьет и спит и живет среди своих близких которых любит это как правило его жизнь человека но рамбом на этом не останавливается он пишет дальше и это только то что люди справедливости хасиды да вот эти вот высокие интеллектуалы которые с активным интеллектом позначают познают божественности живут по ней они понимают что это только открытые вещи которые нам даны самое простое что добра в мире больше чем зла причина же ошибки всех людей вот этой вот толпы обыватели которые говорят что зла больше чем добра в жизни в чем в их эгоцентризме эти люди думают что они в центре божественного творения это не так то есть чек думаю что все что происходит с ним на этом стоит и падает мир ответ это не так рамбом пишет представь себе наш огромный мир окей он не знал современной картины астрономии он несомненно пишет тут и много про небесные тела да про луну звезды и так далее представь говорит насколько мал человек относительно земли представь насколько мы земля он уже тогда понимал как чек науки и религии наша земля мала во всем творение божества всей вселенной да то есть бог оживляет и осуществляет мир каждый момент и ты когда у тебя что-то плохо говорит что в мире больше зла чем добра то есть это называется сегодняшним языком говоря возьми все в пропорциях возможно отдельно взятого человека из беды и муки и все это сейчас мы их рамбом их конкретно классифицирует все это возможно тем не менее в мире больше добра мир упорядочен и самая главная болезнь йова в книге это не то что у него отняли имущество это не то что него погибли дети это не то что он физически там заболел его все покинули самое главное это болезнь сердца йов видит что с ним поступили несправедливо то есть его вот претензия к всевышнему что есть несправедливость к нему и вот это от этого ему больнее всего йову а все остальное как-то может выдержать он выдержит значит и поэтому поэтому обыватели толпа смотрят на мир только своими глазами смотрят только на людей еще конкретно только на себя остальных остальных интересов в то время как не смотрят на все реально в целом на весь мир который намного больше каждого каждого человека чеческого рода в целом и земли все в целом и так далее и так далее и так далее и поэтому и поэтому когда человек по-настоящему исследует значит всю картину мира полностью реальности только себя в центре мира весь мир то все эти беды не касаются ангелов да вот эти вот верховные создания и более низших миров гальгалим и куховим все эти вот звездные системы которые управляют низшими мирами по рамбаму скорее по аристотелю да все это не касается животных вот эти все беды которых больше так люди выражают это только мысль некоторых людей которые видят себя в центре божественного творения несомненно есть мидраж который бешевели не в рау ламзами для меня создан мир подчеркивает совершенно другое подчеркивает ответственность человека в этом мире да что человек должен видеть как будто на его плечах весь мир лежит стремится к добру к улучшению мира к исправлению а не то что мне плохо значит всему миру плохо это рамбам отвергает и поэтому настоящее разделение людей истины да значит что плохо что хорошо касается всего мира они только одного частного человека или одного даже вида людей и теперь значит рамбам переходит он разделяет я немножко начал татьяну прошлом уроке он немножко значит разделяет вот виды зла которые могут случиться с человеком жизни первое мина решонми народ первый вид зла которому случится человеку это со стороны природы например что не дай бог там человек родился с какими-то дефектами от рождения да то есть он может страдать не дай бог всю жизнь постоянно приводит этот пример или значит что-то случилось испортилась природа вокруг него например воздух отравление воздухом молнии да значит землетрясения да и тому подобные вещи даты что это некая божественная мудрость которая сомненно бога нет миром и когда нужно устраивает молнии когда устраивает дождь потопы цунами землетрясения всему подобные вещи поэтому это с одной стороны ничего личного против кого-либо данных другой стендово их можно погибнуть в таком цунами таком потопе и так далее это сущности то что его у нас говорит в книге что праведника и злодея обоих смывает потоп оба гибнут да где здесь справедливый судья да значит поэтому рамбом пишет дальше замечательную мысль но подумай если ты мыслящий человек да вернее не вводи себя в заблуждение да как может капля крови не до капра мужского семени соединиться жить жизнью родиться в человека не умереть и не страдать что имеется ввиду окей здесь опять-таки много комментариев но на простом уровне конечно рамбом напоминает насколько чудесно жизнь сама по себе да значит капля женщины и капля мужчины и опыт человек это не чудо это несчастье то что человек живет сам по себе это добро ты говоришь про зло понятно что чем рамбом уже где мы писали да мы рассуждаем прошлом уроке что чек материален поэтому несомненно чек умрет и сомненно у человека с материальной проблемой с телом и с жизнью это нормально в каком-то плане да и некий цар некие страдания так когда плане нормально но тем не менее сама жизнь который творец нам дает это чудо это много больше добро поэтому это нужно понимать поэтому опять таки важно рамбому не вдаваться в эмоции да вот у меня случилось не то что я хотел все плохо взять кстати я приведу пример значит о это на следующей странице сейчас будет ответ диме про кого пишет трампом про евреев или про не евреев спойлер про всех про людей итак первый вид зла это опять-таки какие-то природные вещи или то что человек получил с телом или от рождения или разные природные явления второй вид бед который может приключиться с человеку во время жизни это когда люди стремятся лишь то лет за льзы получить власть друг на другом да то есть это борьба за власть сюда значит рамбом включать войны на когда люди гибнут а вонах сюда рамбом включает что человек хочет ограбить убить и так далее и так далее и так далее ограбление там допустим поработала не заплатили или мало заплатили все эти вот вещи он носит относятся относит во второй вид бед как то есть когда то есть если первый бед первый вид бед это природа опять-таки который бог приложил законы природы в некую нормальность и нормативность то второй вид бед это люди сами друг другу делают да значит тогда человек ждет нанести друг другому ущерб или убыток или убить его или ограбить ночью но тем не менее на все эти беды даже включая большие войны ну как часто они встречаются ну сколько там войн да опять таки даже войны в средневековье они были относительно короткими да даже там столетняя война не шла каждый день годами могла страна третий вид беды аминаш лишими народ могу значит третий вид бед это то что человек делает сам себе парамбом это самый главный вид беда ущерб и убыток который человек наносит сам себе да и это случается больше всего то есть опять таки если первый природный вид бед иногда встречается большинство девушки ждаться здоровыми и цельными инвалиды то меньшинство войны там и разные беды но тоже не так часто а вот то что человек делает зло само себе о это чаще всего и и вот на эти все виды бед люди кричат как же так да и это то что нужно осуждать так как человек по-настоящему сам себе доставляет зло и нужно сказать этот вашей руки это нет всевышнего здесь рамбом цитирует пророка малахи да из ваших рук вам это пришло вы сами это сделали человек сам себе сделал беду да это значит рамбом продолжает тоже опять-таки цитата из царя соломона что человек сам свою душу делать какие-то беды да и потом жалуется на всевышнего и этот вид бед сказал царь соломон а влад адам тесалев дарко значит что плохие вещи несправедливость которую джек сам ответственно себя делает она искажает его путь и поэтому и поэтому сказали наши мудрецы что все что сделал всевышний человеку прямо а люди стали делать разные подсчеты да это опять таки тоже цитата из колита царя соломона до что сверст отвел чека прямым это цитата а люди там стали делать махинации разные вещи и эти вот мысли о том что можно что-то как-то перекрыть всевышнего они они зло они приводят козлу да и поэтому значит мы уже говорили что вот эти вот грехи который человек беды даже точнее и для тела и для души по рамбом это здесь близко смыслит когда человек на себя наводит это излишней едой излишним питьем алкоголя вина и излишним совокуплением да значит слишком и то и другое третье все приводит беспорядку и в теле и в душе и независимо значит хорошую еду ты кушаешь плохую даже если ты кушаешь много хорошей еды качественным качественно конечно колбаса качественный хамон кошерная еда все что хотите если много кушаешь это плохо тем более и поэтому это вот то что человек слишком много ест пьет из выкупляется это причина его бед и болезней физических и духовных и более того и более того отсюда вытекают душевно духовные душевные болезни мы сегодня сказали психологически психиатрически нашим языком сейчас увидим рамбом приводит пример сразу на месте слушайте пример пример потрясающий значит и значит и поэтому у человека есть желание в смысле глупые неправильные или человек их просит чтобы всевышнему их осуществил вещи которые ему абсолютно не нужны человеку ну чек простых во вся всевышнего и они для него абсолютно не нужны излишества но у него есть ему стремление например есть у человека предмет из серебра кухонная посуда из серебра ложки вилки ножики да без там осадочка который остался человек хочет золотые себе ложку потому что они круче и красивее у одного значит есть драгоценный камень шоам ну не знаю скажем там какой-нибудь драгоценный камень он хочет чтобы это было из петли да из бородогрового камня скажем там из бриллиантов и так далее и так далее и так далее да и все что можно найти да то есть ты не найдешь причины остановиться то есть всегда когда у тебя что то есть ты человек хочешь что у того углу они у него есть больше и лучше и поэтому человек будет пытаться добывать себе еще больше денег и рисковать своей жизнью например плавать по морю сегодняшним языком летать самолетами и служить царям служить царям чрезвычайно опасная штука я знаменитое письмо рамбана нахманида своему сыну шмабни мусора виха вальте то что рату меха да значит слушай сын мой учение отца своего не оставляй значит про наставление матери своей точно не то письмо она вот часто публикуют там на первых страницах сидуров там махзоров разных книг или в конце все это так теперь но дело все что у рамбана нахманида был не один был несколько сыновей этот вот цинка тормон написал из текста видно это талмит хахам мудрец так он с ним говорит своим языком языком то у рамбана был еще один сын который не был мудрец и который прислуживал царям к стиле и ты видишь письмо которому написал совершенно в другом ключе все нам очень базис на минимальном уровне не забывай молиться не забывай читать кират шма там благословение до и после еды но главное рамбан пишет ты работаешь на работе как на огне прислуживать царям сегодня ты наверху горы завтра не дай бог в тюрьме это еще хороший вариант там могут и убить да поэтому прислуживает царям с ученой осторожностью это опасность для жизни каждый день и каждый час работать на царя так пишет рамбан своему сыну казалось бы ты больше хочет приблизиться к царю да это много там чего бонусов и бенефитов вытекает горит рамбан ничего подобного получения цеперки вот так и отделяйся от власти подальше что-то имеется в обратной стороны это опасно можно и заплатить так вот человек чтобы достать себе значит вещи из золота вместо серебра из бриллианта вместо на просто ценных камней человек будет рисковать жизнью летать самолетами послуживать царям и так далее есть еще более потрясающий пример который трампом что человек просит ненужного ему а именно у человека например чек просит чтобы у него было много денег и покупать вино и напиваться а бог ему не посылает денег обидно да самый крутой вариант к трамбам у человека есть девушки гарем отсюда видно что пример про мусульман не про евреев рамбан просто все как правило пишут про людей когда он пишет про евреев он пишет так вот у человека есть гарем у него значит есть девушки и они одеты в каких-то там золотых одеждах но ему этого мало он хочет чтобы они возбуждали у него то у девушек на одежде были там бриллианты вместо золота вот чтобы они возбуждали на совокупление а у него нет сил на это дело у человека есть деньги у него есть девушки на золотых этих вот там не знаю чего уже нет сил этих девушек все силы ушли на мужик ослабься прошло уже да вот на человек не оставит этой мысли он будет до пытаться добыть денег будет просить у всевышнего чтобы он послал ему этих денег а когда он мог не послал будет возмущаться как же так всевышний послал мне денег на это дело и настолько эти глупцы значит что будут приписывать богу невозможно что он не может это сделать то есть человек не глупый человек богатый у которого гарем там девушек молодых которые одеты в золото там это вот явно не последний там идиот с улицы и все равно он будет просить себе какую-то глупую вещь и то что бог ему не посылает денег на бриллианты на юбке девушкам бог в этом виноват в мире значит зло в мире зло да у человека гарем с девушками в золоте и бог не может послать ему достаточно денег это вот классический пример глупости человеческой который приводит рамбом опять-таки не еврейской да мы не знаем чтобы рев были гарем и никогда поэтому пример явно из мусульманской испании где папа родился в начале жизни вот поэтому дим по большому счету рамбом когда пишет про людей он пишет во всех вне связи евреи мусульмане христиане он пишет когда значит род человеческий это род человеческий без разделения глупцы они везде глупцы глупцы не делятся на религии нации не глупцы то есть парамбом опять так есть люди с активным интеллектом куда кстати аристо видимо включает плюс-минус и аристотеля да значит и есть вот глупцы которые может быть богаты и не глупец в каких-то областях финансовых но в отношениях всевышним и в картине мира картине мира у людей до которые говорят что вот в мире значит больше зла почему потому что человек просил глупость не получил ее значит бог виноват значит мире все плохо он не ответил мне на молитву и вообще вообще ничего не может вот такая картина мира комментарии излишне а вальхасиди им но праведные люди мудры вот эти вот которые постигают всевышнего которые активно а послово гарем значит трампом в оригинале здесь написано миспарна рот и дует доминей за число девушек предназначенных для этого он не пишет гарем опять таки это арабское слово но здесь напрямую понятно про что идет речь это и бинте вон пишет это и равкапах пишет до тестового текста вытекает само слово нет но он очень четко описывает таких вещах он пишет не про евреев но то вот пример чека который умный одновременно глупый просит глупый вот поэтому само слово гарем нет но опять таки здесь все четко понятно но мудрые люди хасиды которые знают мудрость настоящего мира и поняли ее как рассказал нам давид царь давид да что колор хотошем хэсад воемет для нацре брито что все пути всевышнего хэсад божественное милосердие и истина для тех кто сохраняет его завет при то выйдут от и его законы на это цитата стилим 25 10 значит все эти люди которые поняли законы природы и реальности и законы торы и знают их смысл и цель стало им понятно этим людям истина и божественное милосердие во всем что во всем мире есть божественное сердце истин и поэтому эти люди сделали целью своей жизни начида чтобы они пытались понять божественную руководство мира это то что называется ажгаха с одной стороны с другой страмбом здесь оки в переводе конечно пишет асага это вот понятия понять что же бог от нас хочет что же вы хочет от всего мира да вот этот для сигдат ильон понять всевышнего это великая задача и это вот цель жизни достойная настоящая и из-за того что мы материальны и эти вот хасиды праведные люди они тоже материально они просят для тела только то что нужно лехом лехоль в бегать ильбош хлеб кушать и одевать одежду то что я против сяков просят от всевышнего не просит там золотые юбки с бриллиантами для своих слуг или служан просить необходимо без излишеств на тем более здесь раб пишет очень интересный патент очень тесто взгляд на мир которого нам передает тем более слушайте внимательно что то что нужно человеку на самом деле по правде не там золото бриллианты на кухню или на одежду это излишество а то что нужно на самом деле человек может достигнуть относительно легко и дешево рамбом разъясняет и здесь следующее правило чем более сложная вещь ее достигнуть тем более она не нужна чем более легкая вещь для достижения она как раз и нужна например рамбом сравнивает значит что человеку нужно самую первую очередь вообще без этого нет жизни три вещи воздух питье и еда правильно всякие там золото бриллианты это уже свободно от работы время и так и ты находишь что чем более необходимая вещь тем более нас по странате больно дешевле и доступно например без воздуха человек не может жить несколько минут и все умер погиб чек поэтому воздух есть везде и он бесплатен следующий этап чеку нужна вода и питье что нужнее ответ вода без питье без еды человек может дней пять протянуть рамбом про это пишет мы это знаем сегодня тоже без воды обезвожение наступает намного быстрее ты находишь что вода есть почти везде и тоже бесплатно вон колодцы река везде поэтому-то пустыня этой проблемы нет воды где арабы же еда окей и опять-таки вода опять-таки это очень дешево на раскраска почти везде еда смотря какая еда если будем брать какую-то там еду не знаю что у нас там самое дорогое гусиная печенка это не знаю фуа-гра красная икра окей это конечно дорого но самая простая еда к тоже на чеку там картошка она недорогая сколько нужно денег чтобы купить картошку и насытиться немного картошка есть везде на сегодняшнем там переводе не знаю макарон который сейчас разгребли и так ты видишь во всем чем более необходимая вещь для человека тем более на распространять и более надешево ее можно найти и поэтому поэтому значит поэтому чеку на самом деле нужно намного намного меньше чем он думает они всякие там золотые серебряные украшения вопрос касается только вечерские потребности а если там будет сложно и тяжело да конечно рамбан сто процентов первых и конечно рамбан пишет про физические вещи да то есть опять таки мудрец кавычках у которого там и золото бриллианты и девушки в гареме он не просит себе духовно еще просит физически хочешь из еще денег на еще вещи которые мы нужны поэтому рамбан здесь пишет простой вот функциональный значит такой вот совет что на самом деле да нужно довольствоваться немногим человеку нужно на самом деле немного а то что мы хотим и не получаем это часто для нашего же блага потому что нам черту не нужно окей поэтому это коротко значит я вам пересказал значит двенадцатую главу третьей книги морейна в ухе да значит с которой рамбан описывает на что в мире на самом деле больше добра чем зла как бы люди неправильно на это не считали и человеку на самом деле в материальном смысле нужно немного дальше так мы разобрали опять таки вот три вида зла по рамбану и теперь мы опять таки возвращаемся к нашему йогу опять таки все это все что него погибает комментаторы и мальден и рамбан значит пишут что все но опять таки погибает в определенной в определенном порядке от неважного к важному и опять таки самое важное это гибнут его дети да то есть мы говорили что есть три уровня человека имущество дети его физическое тело значит и в конце концов в конце концов значит да значит он принимает на себя вот эти вот все беды и и мы говорили опять таки про сатану про сатана что он функционирует только на земле не на ней хорошо возвращаемся в книгу йога дальше у нас написано так и был день это следующее роша шана то есть уже прошел год йог потерял имущество и сыновей у него еще и жена когда пришли сновья божьи что пристать перед господом снова роша на ангелы пришел также сатан между ними что пристать перед господом здесь опять таки фраза немного по-другому сформулирована хотя похоже чем предыдущий роша шана сейчас на этом остановится сказал господь откуда пришел бы отвечал сатан господу сказал бродил я по земле и расхаживал на ней дамы грилль в прошлый раз что вот это вот по земле сатан только на земле он не на небе он не равен всевышний он не определяет его политику и сказал господь сатан обратил ли ты внимание на раба его йога что-нибудь подобного ему на земле чек он непорочный справедливый богобоязнь удалился от зла это все было в прошлом году и доселе твердо в непорочности своей то есть прошел год он воспринял все испытания на себя а ты возбуждал меня против него что погубить невинно здесь опять и к этому слову возбуждал она воспринимается и значит еврейская традиция тому горит остальные к трек сата сатана как сказать правильно по-русски он обвиняет он как прокурор обвинитель пишет там какие-то был бы человека это вот отдела найдется вот и вот сатан то поэтому сатана станции как некий возбудитель да и отвечал сатан господу сказал кожа за кожу кожа за кожу да мы знаем в торе что есть два раза значит написано да что там зуб за зуб нога за ногу рука за руку глаз за глаз да значит и известность формулировки опять-таки немец ну конечно буквально наказание да рамбан тут же на месте горит невозможно нанести точно такой ущерб если кто-то кому-то выглупал глаза что читать же ему поэтому речь идет конечно по материальной компенсации но вот это вот что-то за оно имеется в торе конечно же традиция воспринимает это не буквально в переносном смысле слова здесь же однако сатан сейчас увидим как он то понимает к буквально или метафирически кожа за кожу и все что человек отдаст он за жизнь свою но прострика руку твою коснись кости плоти его клянусь тебе перед лицом твоим хули стань зал господь сатану вот он в руке твоей только душу его сохранить здесь начинается следующий этап испытание йова а именно душа здесь опять-таки воспользуемся переводом на русский язык рамбан а я говорил что первая книга марина в ухим переведена так вот очень часто в первой книге марина в ухим рамбан дает определение разных слов и понятий причем это очень-очень стоящее занятие это почитать и так марина в ухим книга 1 глава 41 нефиш душа слово многозначное оно означает сейчас видим много смыслов первое оно означает животную душу общую для всех существ обладающих ощущениях животных душа только не только для человека но и для животных тоже в котором душа живая цитата берешит 1 30 первое значение души животная душа жизнь как таковая второе оно означает также кровь не езжи души вместе с плотью цитата дворим 1223 второе значение души кровь третье оно означает также мыслящую душу о это уже близко к рамбану значит то есть форму человека как жив господь сотворивший нам эту душу иеремия 38 16 и еще значение это уже у нас получается раз два три четыре пятое значение оно же также означает то что остается человека после смерти но душа господина моего будет связана в узле жизни шумуэль 1 25-29 и мы опять таки это то что мы говорим вот эту формулировку что душа будет связана возле жизни узел жизни по всевышний мы говорим это в конце похорон принято писать это на на могилах и еще одно значение слова не фиш чтобы не подумали воля о почти как поницы чтобы связывал он вельмож по воле своей телем 105 22 аналогично ты не дашь душе бенефиш врагов то есть они дашь его на произвол и так далее и так далее и так далее окей теперь остановимся и подумаем в каком же смысле всевышний не отдает душу йова сатану и что значит что сатану запрещено трогать и нужно ставить ответ конечно же все эти значения одновременно да то есть сатан не может убить йова и как такового по факту он не может проливать его кровь поэтому значит там йова поразили разные сыпь и сухая и мокрая но это внешние болезни него не проливается кровь кроме того опять таки мыслящая душа это третий смысл йова нас сознание говоря с внешним языком не в коме там не под машинами тогда человек тоже мог лежать в литургическом сне довольно долго да и естественно даже если бы йов не выдержал бы этого испытания то все равно у него есть доля после смерти это вот то что бессмертная душа которая остается если остается значит после смерти душа господин его будет связано возле жизни поэтому опять-таки вот эти вот все значения конечно же верны для случая его и особенно важна последняя воля до поницы опять-таки ведь йо ведь сатан на самом деле всевышний испытывают йова да проклянет он бога или нет поэтому здесь у человека должна быть воля поэтому мы видим что душа человеческая это не только вот нефиш как мы привыкли ну душа человек живой опять-таки абсолютно есть очень часто противоречивые моменты не только материальная животное и божественная душа а например воля что под биржой подзывается воля свобода выбора вопрос а почему нет нефиш просто как живого человека неже пикуах нефиш динэйны фашот да еще раз это это смысл это смысл первый животная душа то есть вот живой человек пикуах нефиш динэйны фашот это все же это жизнь на самом простом уровне пусть когда жизнь на самом простом уровне придется опасность естественно традиция много разрешает да поэтому опять таки важно понимать что все эти вот смыслы не отменяют один другого а дополняет и поэтому это вот то что мы говорили в прошлый раз я начинал прошлый урок с темы был ли значит история йова или не была она йога сокровен или нет то правило очень простое говорит что эн микро юдаюкши то что писание нельзя отменить простой смысл писания сможет добавлять всякие сложные метафоры там это физику можно дать мысль что йова не было но на простом уровне ты никак не можешь отменить что он был история его была поэтому тоже самое все вот эти вот разные значения слов они не отменяют друг друга не дополняют хорошо значит поэтому опять таки значит вот сатану невозможно значит всех вот этих вот вещей йова лишить и физической жизни и также чтобы его прорвалась кровь на самом простом уровне он его в духовном смысле его кровь проливает мучает его на тем не менее кровь значит с его вольный льется у него там только разные болезни кожи есть у него остается мыслящая божественная душа не остается свобода выбора и естественно жизнь после смерти хорошо дальше и здесь опять таки в конце второй главы значит написано очень интересно когда значит нельзя трогать душу йова и сказал господь сатану вот он в руке твоей только души вунефиш во всех этих пяти смыслах сохрани и вышел стран от господа мы говорили что вышел это самом деле бог его выгнал что бог не терпит присутствия сатана да то есть который ничто все аннулирует уничтожает и поразился значит поразил вопрос кто сатан или господь значит и во всей значит книги йова нет никакого спора все согласны и его все его друзья что это господь поразил его место и поразил его дурной сыпи от стопы ноги до темени его до до значит от стопы до головы взял он себе черепок чтобы скоблить себя им и сел в пепел и сказала ему жена его мы говорили там кто его жена дина ли дочка ледины или вообще да неважно сказал бы жена и все еще твердый в своей непорочности прокляни бога и умы на самом деле русский перед прокляни это перевод на игре написано барах благослови два слове комментаторы понимают благослови бога да это то что в первый раз когда у него там погибли дети он стал благословил господь дал бог взял да будет господня благословена похоронах здесь она мы говорит то же самое благослови бога умри все настолько плохо но комментаторы понимают в переносном смысле комментаторы понят благослови бога и умри благослови в кавычках прокляни его умри все настолько плохо что уже ничего не осталось но сказал он ей но йов против мыслей своей жены как одна из негодных говоришь ты неужели доброе примем и от бога злоем не времен во всем этом не согрешил lihat устами своими выделения текста немое выделение описание если бы йов не согрешил то как было бы написано во всем этом не согрешил ее . тем не менее написано не так написано во всем этом не перешил Йов устами своими. Очень странное добавление. Значит, чем-то он дах, ты решил. Отсюда вот из Талмуды говорят, но в сердце своем согрешил. То есть, опять-таки, это не к тому, чтобы нападать на Йова. Йов в очень тяжелой ситуации, и опять-таки его можно понять, и друзья пытаются его понять там, с одной стороны, решить. Но мы говорили, опять-таки, да, что в тексте Йов ни разу не назван цедяком, праведником. Ни в начале, ни со слов его друзей не в конце от Всевышнего. Он, несомненно, хороший, достойный человек, но не цедник. Да? И вот здесь даже напрямую написано устами не согрешил, но в сердце что-то там подумал. Вопрос, что он подумал в сердце? И здесь, опять-таки, уже вот нужно понимать, как он, как Йов, видит свои беды, которые на него посыпались. Мы говорили, что я просил, что немножко почитать самим, значит, текст то, что его друзья говорят. Кто-нибудь читал домашнее задание, кто-нибудь чего-то попытался сделать? Какие там взгляды были Йова и его друзей на все то, что на него посыпалось? Вот я, Дим, читали там этого, что друзья и говорили, какие их концептуальные позиции? Я, можно вопрос задать, если есть время для вопросов? Да, пожалуйста. Мы же, как бы, бнейнуах умны, иногда читаем всякие трактаты Талмуда. Есть Брахот, 54-60. И там написано очень упрямо, настойчиво, что любые новости, которые человек получает, надо благословлять и говорить, что все к добру, то бишь, спасибо. Если заболел я, спасибо Бог. Если умер родственник, спасибо тебе. Если произошла катастрофа, спасибо. Причем все последующие мудрецы стараются каким-то образом открыть патент, как это делать в реале. То есть некоторые любят пофилософствовать. Все согласны, что это нужно делать. Но как? Вот как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Вот все, что с Ио вам происходило, он должен... Спасибо каждый раз Богу говорить или нет? Здесь есть два момента, которые я вижу. Первое, что очень часто событие, которое происходит, оно, как сказать, не запечатано печатью. Оно может развиться и так, и так. И направо, и налево. Поэтому сами знаменитый пример со снами. Толмуд говорит, что сон идет согласно толкованию. То есть ты видишь сон, можно поднять в хорошую и в плохую сторону. Всегда нужно толковать в хорошую сторону, потому что сон идет за устами. У меня были реальные примеры. Ко мне приходили люди, звонили. Рэбе, я видел такой сон, не дай Бог, моя дочка. Я говорю, нужно видеть хорошее. Раз, два, три. Черезон, черезон. О, Рэбе, так и было. Да, то есть очень... И это то, что в сущности делает Иосиф там в Писании, да? Значит, он комментирует сны, как прокомментировал, так и пошло. Поэтому первое, это относится не только ко снам и ко многим сторонам нашей жизни. Когда мы получаем какие-то новости, как прокомментируем, как оскорим, так и пойдет. Да, как в лодку назовете, так она пойдет на уровне советских муниципалей. Поэтому, если пытаться все видеть позитивно, то оно, возможно, так и закончится. Еще раз, не гарантирует, но есть шанс, что мы своим положительным восприятием, в данном случае, спасибо Всевышнему, мы как-то улучшим ситуацию и перевернем в другое русло, потому что конец сюжета не прописан, зависит от нас. Это очень часто бывает, мы это знаем из жизни. Пункт номер два. Очень часто мы говорим, ну как же можно говорить все к лучшему, да, вот там мы молились, молились, а человек умер. У меня была такая ситуация, много лет назад, там в одной общине мы в Германии была девушка, молодая, в тридцатине была она впала в кому, все, хорош, я стал человек, мы знаем, долго-долго молились, реально, все общины, она умерла. Я долго размышлял этим, да, вот как и что. Ответ здесь следующий, что, кто вам сказал, что молитва не услышана? Может, это то, что мы молились, она еще и жила все эти дни. Человек прожил еще час, еще день, то есть, дело в том, что опять-таки, мы очень часто коротко, недалеко смотрим, как Рамбом пишет, человек эгоцентрист, смотрит вокруг себя, то есть, мы все рассматриваем очень часто по черно-белой шкале, или да, или нет, или ноль, или сто процентов, да, то есть, а то, что, например, мы за человеком молились, он еще жил благодаря много времени, мы как-то это абсолютно упускаем. Человек может сказать, хорошо, а в чем смысл человек там в коне? это жизнь? Разве это жизнь? Мы хотим жизнь в таком? Человек настоящий, да? Ответ здесь такой, что даже жизнь в коме это жизнь, сейчас объясню. есть известное правило в Талмуде, что когда человек хотел что-то сделать, но не получилось, моля лавакату в килу асао, да, то есть, что Писание, Писание, в смысле Всевышний, говорит, что человек хотел делать искренне, ехал там, помочь сделать, попал в пробку, все, ушло, то ему приписывают с небес, как будто он это дело сделал. Это известное правило. Еще раз, это опять-таки, это тоже некая апологетика, некое утешение человеку, что не получилось сделать добро, оно уже все прошло. Так вот, так вот, есть комментарии, которые пишут, что то, что вот, пока человек живет, даже в коме, живет физически, в самом простом смысле, что его душа еще здесь с нами, то Всевышний воспринимает его, если бы, что он живет здесь, как будто он бы делал все те вещи, которые регулярно делал. Что если он регулярно вставал, ходил в синагогу, там, хоть раз в неделю, там, на один шаббат, он бы делал это, когда он сейчас в коме, то есть все то, что он делал, как обычно, помогал бы ближнему, там, молился, там, шутил, веселил людей, там, играл на гитаре, все что угодно, все, что делал человек в обычной своей жизни, ему это считается, что он бы продолжал делать, пока все время он здесь, даже в коме. и в этом, в этом заключается смысл того, что молится за людей, чтобы они жили как можно больше, даже в коме, поэтому против того, что здесь есть на западе, западной Европе, в Германии, тут люди отключают, машины, они умирают, согласовывают с семьей, время и дату, и тому подобное, это невероятно, поэтому, опять-таки, здесь применяется в таких случаях, вот этот, вот этот вот принцип, что считается, что он сделал, как будто бы сделал, если бы он жил, в этом идея, поэтому, что я хочу сказать, два момента, что наша молитва все равно имеет силы, и поэтому, как мы соотнесемся, к какой-то новости, к плохой или хорошей, очень часто так и будет, и поэтому, это даже не обязанность, это рекомендация, во-первых, это медат хаседуд, мера вот, людей высокого уровня, то, что рабом пишет, несомненно, это нелегко, но утверждается, что это для нашего же блага, что, возможно, ситуация, да, пойдет направо, а не налево, в лучшую сторону, и поэтому, поэтому, нужно говорить, да, спасибо, у Робина Ахмана, значит, у него, значит, на юдше, там есть, значит, известный диалог, значит, который он сказал Робинатану, что, когда у человека говорят, как дела, и он говорит, да, Гурни, что у меня все плохо, все, Всевышний слышит, что Беседы говорит, это плохо, я тебе покажу, как плохо, а когда у человека беды, болит его сердце, Робина Ахман про себя говорит, и он говорит, как дела, он говорит, все, слава Богу, хорошо, Всевышний говорит, это хорошо, я покажу тебе, как хорошо по-настоящему, да, то есть, поэтому Робина Ахман точно так же, из две слова, по-хасидски, вот именно, что очень часто конец сюжета не прописан, он зависит от нас, и в этом идея, что не всегда все предопределено, да, и поэтому, поэтому, и Робина Ахман, и Талмуд, да, рекомендуют, это делать, еще раз, это нелегко, это все понимают, поэтому, приводятся разные мнения, как раз мудрецы это по-разному делали, потому что у людей разная природа, разный тип рамен, да, кто-то видит все плохо, кто-то видит все хорошо, у кого-то полстакана выпили, кому-то налили, да, поэтому, опять-таки, но это рекомендуется для нашего же блага, воспринимать все, что возможно, оно таки, поэтому ты говоришь, что у тебя хорошо, я покажу, а тебе говорят, все вышли, как хорошо, ну вот. И, а можно, и уточнить секунду, хорошо? Такие, вот, ну вот, как бы, не знаю, можно сказать, в обычной жизни, да, в практической жизни, я не представляю ситуацию, да, когда, ну опять, как бы, проблемы с хорошими, нет новостями, правильно? С хорошими новостями, как бы проблем нет, это очевидно, да, но я не представляю себе ситуацию, если, не дай бог, да, у кого-то что-то происходит плохо, к нему приходит человек и говорит, эээ, гамзэ лэтоф, ну, это чудовищно, это просто выходит за рамки любого консенсуса, понимаешь? Значит, с другой стороны, когда сам человек, да, не дай бог, ло ла лэ, тем не менее, такие ситуации, они по жизни происходят, да, человеком происходит что-то, он делает, он делает, да, но он делает совершенно неблагодарение, он не говорит гамзэ лэтоф, это тоже звучит чудовище, что он говорит, он говорит, цедук один, цедук один, это совсем другое, это, это даже не оправдание, а это, это, как бы, расширенный перевод, как я понимаю, да, это оправдание божественного суда, это нечто гораздо большее, человек признает, что, да, твой суд, он, 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 ты прав, я его не понимаю, но ты прав, но это нечто, как бы, понимаешь, абстрактное, это сюрреализм, это, это не, это не, спасибо, да, вот, убили, да. Цедук один берется из Йова, из того, что он сказал, цедук один, это молитва, а цур тамим павло, ее говорят, после того, как закопали, да, да, здесь в Германии говорят наоборот, в начале похорон, но это, еще раз, цедук один берется из Йова, да, вот то, что он сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господня благословенно, это есть цедук один, это центральная фраза, она там предпоследняя во всем этом тексте, это цедук один, теперь, это то, что мы читали на прошлом уроке, что Рамбом пишет, значит, да, значит, в 22 главе, в третьей книге, что, если, когда у человека все хорошо, все хвалят, Всевышнего, все супер, все, не вопрос, да, значит, толпа и обыватели, и даже, когда у человека наступают какие-то, как это, Юсурим Свелим, так Рамбом пишет, мучения, которые можно перенести, ну, там, не знаю чего, да, окей, там, да, то человек тоже говорит Всевышний, но когда, не дай Бог, наступают настоящие беды, все это, о, это уже слишком, Господь несправедлив, поэтому мы увидим в дальнейшем, что пункт Йова, центральный, окей, я спойлер, заранее рассказываю, значит, что Йов, опять-таки, не видит справедливости в своем случае, он говорит, что праведный и грешный, при лицом Всевышнего, все гуд, все от Всевышнего, Ашгаха протит есть, это не сатан, он это говорит, и все говорят, но нет справедливости в этом мире, нет справедливости у Всевышнего, Всевышний передал управление миром, куда-то вниз, и там, все идет, как идет, никакой трагедии, да, и это то, что говорит Йов, теперь, и поэтому, еще раз, тут нет каких-то, патентов, каждый воспринимает беды по-своему, но опять-таки, подчеркивается, на самом деле, сердце, да, вот то, что в сердце, вот проблема, то, что мы сказали, не согрешил, Йов своими устами, Талмуд говорит, но сердцем согрешил, то есть он все-таки, вот, не был согласен, говорил, здесь нет седух один, здесь нет справедливости, Господь несправедливый, это то, что говорит Йов, пытается сказать, и все его друзья спаривают, нет, говорит, Господь справедлив, потому что раз, два, три, окей, поэтому, опять-таки, еще раз, встать и благословить, на плохое, как на хорошее, это, это очень тяжелая вещь, поэтому, по минимуму, по минимуму, Аллаха обязывает сказать, барух, да я на мед, когда у кого-то кто-то играет, это минимум, хочешь больше, да, но нельзя человека заставить, поэтому, это вот традиционная фраза, которую мудрецы сформулируют, которую человек говорит, вот, на похоронах, и это вот, это именно, не то, что это хорошо, нам плохо, нам больно, мы плачем, да, все понимают, что это нехорошо, но мы говорим, что-то другое, что здесь есть некая, божественная справедливость, здесь есть некое, божественное справедливость, мир, мы говорим, совершенно другое, мы говорим, что здесь некий, круговорот жизни, вообще, и истории, который мы, сейчас, в нашем горе, не понимаем его, поэтому, говорим, только один, потом разберемся, и поймем, добрый вечер, добрый день, доктор Перец, наши люди в Иршаве, я вас приветствую, рад вас видеть, вот, поэтому, как вы сегодня говорили, это вот, заканчивая, нужно начинать шутка, я закончу шуткой, да, так как сегодня, значит, все, значит, все на нефть переключились, открыли курсы для специалистов по нефтеобразованию, ценообразованию нефти, вирусологам и эмпедиологам скидки, да, поэтому, опять-таки, поэтому мы говорили о том, да, что божественная истина, я читал в прошлом уроке, нужно скрывать не только божественную натуральную истину, науку нужно скрывать от невежды, от большинства, поэтому еще раз, я еще раз напоминаю, пожалуйста, почитайте то, что вот приходят друзья Йову утешать, в чем их система, в чем их идея, идею Йову я уже высказал, я раскрыл секрет, поэтому на следующем уроке, я прошу выводу, опять-таки, что мы будем говорить все-таки, вот, про смысл вот этой вот истории с Йовом, не будем откладывать на конец Рамбома награды и наказания, а так как нужна Чильёва, то по крайней мере закончим, постарайтесь почитать до четверга, что вот его все, этот вот, Эльфаза Тейманибль, Дада Шухи, Цефара Наамти, и этот вот, Ильяу Бенбархель, что они говорят, в чем их идея, потому что, опять-таки, Мальбим говорит, если бы там была одна идея, был бы один человек, а так как четыре, там четыре разные идеи. Спасибо, известный подход Ишаяу, да, что, почему все такие беды, Ишаяу говорит, например, вас благодарю Бога, что ты мне изменял, не просто приму, цедук один, спасибо скажу, окей, это кабала, на этом остановимся. Окей, если можно, одну фразу, вот, меня с самого начала жизни в Израиле, и вообще практически на протяжении всех 30 лет, есть одна вещь, которая каждый раз поражает по новой, опять же, не дай Бог, да, но у нас сегодня такое обсуждение, когда присутствуют на кладбище, когда похороны, так вот, зачастую, значит, тоже не про нас, к сожалению, и похороны бывают людей, которым, с человеческой точки зрения, что они не полагаются умирать, то есть это молодые люди, это что-то, то, что похоронная церемония начинается с фразы, то есть вот все собираются, все люди приходят нерелигиозные, хилые, неважно, все на этой церемонии как-то чем-то прикрывают голову, потом ведущие церемониям, не спрашивая ни у кого, не обсуждая философию, он говорит, веурахум и хапэраон, все, и это просто, то есть каждый раз, каждый раз ты внутри просто сжимаешься, он милосердный, и все идут, и все идут, все, такова практика жизни, окей? если хотите, я вам дам ответы на это тоже, опять-таки, это то, что Дима спросил там про Рамхаля, про реинкарнации, мы здесь все долго изучаем, какая несправедливость к Йову, а вообще никто не минуточку забыл, что там 10 детей его погибло, вообще ни за что, вообще-то, да, вообще-то, Йовы испытывают, а дети за что виноваты, вот для случая детей, это есть реинкарнация, которую пишет Рамхаля, окей? Поэтому есть справедливость. Окей. До фишер коах. Огромное, счастливо, до свидания, мы продолжаем, сейчас будет занятие по Равкуку, а в 8 часов будет Рувен Хаскин на тему катастрофы. Всем счастливо и пока. До четверга в это же время, до свидания всем. Счастливо и пока. Пока-пока. Пока.